Аплодисменты И еще один праздник, праздник, который не так давно появился, наверное, в нашем Бенидаре, международный день мамы. И мы искренне надеемся, что все сегодня мамы, бабушки получили самые приятные слова в свой адрес. Ну, а те, кто не так часто балуют вниманием своих мам, наверное, хотя бы мы этот день помним, и сегодняшнее воскресенье началось именно с этого звонка. Ведь мама тот человек, который дает нам жизнь, жизнь человеку и верит в его силы. И, конечно же, благодаря нашим родителям мы в большей степени реализуем свой творческий конденсал. Благодаря многим мамам на сцену выходили талантливые музыканты, композиторы. И сегодняшний наш вечер – это знакомство с еще одним творческим проектом, в составе которого долаженные люди, и, я уверена, их талант относился, конечно же, и при поддержке родителей. Мы обратили внимание, что название нашего сегодняшнего концерта, наверное, покажется немного загадочным, а при любви. В переводе с латинского языка и в музыкальном синтексисе это слово обозначает пожелание, то есть дает свободу исполнителю. Свободу в выборе тому, как ему трактовать тот или иной сравнение музыкального произведения. В нашем варианте адвитту – это, наверное, свобода выбора репертуара, свобода общения, свобода общения с любимым инструментом. Сегодня на эту сцену выйдет сортильянный дуэт. Вы знаете, очень часто задаешься вопросы. Наш город позиционирует себя как город интеллигенции, город большой истории, истории культуры. И, кстати говоря, музыкальная культура в Томске начиналась благодаря геонисту, музыкальному детелю, Атону Петровичу Миштыеву. Почему же последние годы, когда в нашем сзале случилась исключительно фототехиальная музыка, мы видим не так много отличий? И сегодня тоже, вы видите, в зале есть пустырица. Видимо, наверное, это потому, что мы немножко забыли о том, какой популярной была именно популярная культура. Насколько любили русские интеллигенты туда под свободным вечером взять ноды любимого произведения и сыграть его не просто самостоятельно, а музицировать вдвоем, в четыре, в шесть, в восемь и даже еще больше групп. Наш сегодняшний дуэт решил повернуть слушателя фортепианной музыки, фортепианному музицированию в дуэте. Итак, я хочу пригласить на сцену наших виновников сегодняшнего вечера фортепианных дуэтов. Мария Плашевич и Павла Пашенкевича. Встречайте. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас стоит вопрос в начале пути, а каким может быть первый шаг? И, наверное, не случайно, что для начала своего концерта музыканты выбрали произведение Микаэла Принертиева, пелодию «Дороги» из известного художественного фильма «Семнадцать мгновений жизни». И, наверное, не случайно, что для начала своего концерта музыканты выбрали произведение Микаэла Принертиева «Семнадцать мгновений жизни». Микаэла Принертиева «Семнадцать мгновений жизни» 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 Микаэла Принертиев 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 «Семнадцать мгновений жизни» созданные для двух клавиров, обращают нас в эпохе порога. Да, и тогда, сколько бы рассчиталось, но не написал композитор, все равно технические возможности музыкального инструмента клавиров не позволяли исполнить очень плотную фактуру. И поэтому композиторы для того, чтобы сделать звучание произведения более ярким, полноскучным, распределяли для звуковых инструментов. Там в 16-18 столетиях появлялись произведения, которые были подписаны для звуковых клавиров или для исполнения музыкантов на звуковых инструментов. В эпоху романтизма появились так называемые инструментальные праздники, для которых очень часто писал произведение Виктор Берлиоз. Говорят, что однажды было такое мероприятие, в котором принимали участие более 400 музыкантов, среди них было 30 исполнителей на фортепиатах. Если обратиться к истории появления таких музыкальных филерических мероприятий, то можно узнать очень много интересного. Кстати говоря, для многих композитов 19 века как раз творческий путь начинался с произведений для фортепиана. Таким относятся местный композитор Иосиф Габриель Райвер. Сейчас вы услышите дуэль для звуковых клавиров в трех частях. «Аллегро», «Акжета» и «Финал». Части идут без прерыва. «Аллегре» и «Финал» и «Финал». Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 экстравагантные праздники, и сам делал приложение в обе своих произведений для исполнения в 4, 6, 8 рук. Карл Червер заросил этим одного из своих гениальнейших учеников Феррица Листа. И Лист один сделал приложение многих произведений для фортепиатов ансамблей, включая от себя симфонию Петховера. Говорили о том, что сложно было назвать 19-м столетии музыканта, виртуозного пианиста, с кем и Лист не исполнил дуэты. Кстати говоря, именно Феррица Лист высоко осунил талант пианиста Агона Григорьевича Уппетштейна, и при его поддержке Уппетштейн имел, достроили во многих городах Европы, в 19-м веке. В 19-м веке переложение для фортепиатов ансамблей было различных произведений, включая, конечно же, симфонические произведения арии из оперы и безусловно покаренные произведения. Сейчас вы услышите приложение двух романсов Сергея Рахманова, которые Рахманов написал в 1902 году по романсам из оккуса в 1921 году. Кстати говоря, сам Сергей Васильевич Рахманов, очень внимательно относившийся к тексту, старался, чтобы фортепианное сопровождение раскрывало служителю тот смысл, который был бы сложным в произведениях. Он стремился сделать так, чтобы фортепианная партия рассказывала то эмоциональное содержание, которое хотел выразить поэм. Итак, Сергей Рахманов, приложение для фортепиана Игоря Цыгаркова романсов «Как мне больно и здесь хорошо» на сцене Мария Клажевич и Павел Шинкевич дуэт «Армяси мне больно». «Армаси мне больно». Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Аплодисменты 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все-таки каждый из них в разное время Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дмитра создавал DimaTorzok Выпал DimaTorzok скоростью исполнения на органе, как может звучать музыка современных художественных фильмов. Среди их репертуаров очень много классических произведений и, конечно же, музыки, созданной для кино. Один из таких композиторов, который привлек внимание наших музыкантов, это Миколепт Реверти. Кстати говоря, широкой публике очень мало известно музыке, которую Реверти создавал в некем. Он создавал в разных жанрах, у него безумное количество очень интересных и сложных по интерпретации восприятий музыки для органа. Не случайно уже ни один раз проходит международный конкурс органистов имени Микаэла Ревертиева. Кстати говоря, в томске музыка Теревертиева звучала им благодаря его вдове, которая очень активно пропагандировала ему музыку. Музыка Теревертиева из фильма, в принципе, хорошо нам неизвестна. Но мало кто знает, что сам Миколепт Ревертиев, когда еще был маленьким ребенком, совсем не хотел заниматься музыками. Его родная мама буквально загоняла его отца Фортепиано. Он ненавидел песку из альбома Петра Ильича 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 о правильном углу, но никак не мог понять, что там происходит. Но тем не менее, со временем, фортепиано стало его любимым инструментом и он блестяще одержал его экзамены в Московский институт имени Гнесина. Кстати говоря, именно Теревертиев в музыке для кино показал, как может сольно звучать фортепиано. Помните сцену в фильме «Ститанского гравейного весны» «Твое фофе»? Кстати говоря, Теревертиев первоначально это писал для оркестра, но потом, соединив видеоряд с музыкой и, пообщавшись с режиссером, решил, что более проникновенной будет эта сцена восприниматься, когда будет звучать только фортепиано. И предоставив такой вариант режиссеру Леозману, они сошлись во мнении после того, как Леозману выделил на лице слезы, что зритель после такой сцены не останется равнодушным. И так звучит музыка Мигаэла Теревертиева, но из других фильмов «Королевская охота» из кинобильма «Король олей». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 КОНЕЦ 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 КОНЕЦ